Всем привет, меня зовут Аркадий, компания PZ, и мы меняем рынок ритейла. Вы наверняка помните, как раньше были устроены магазины, надо было зайти, постоять там пару часов, пока вам кто-то даст курицу и все такое прочее, но потом им на смену пришли хорошие, красивые супермаркеты, в которые вы можете зайти, выбрать то, что вам нравится, положить себе в тележку и отправиться на оплату. И на тот момент это оказалось действительно чудом, но уже это перестарало нас устраивать. Начали скапливаться в очереди, особенно в больших городах, в Верхчаст Пик, и технологии как раз пришли к тому, что мы можем это изменить и сделать так, как действительно мы всегда мечтали. Вы наверняка знаете, как уже сказал Артем про кейс магазина Amazon, там вы заходите и просто с помощью мобильного телефона и без людей делаете оплату и можете выйти. Но данная технология скорее является больше научной, и пока она не подается какой-то промышленному масштабированию, мы в свою очередь сделали решение, которое позволяет уже сегодня для всех, как покупателей, так и для магазинов, взять для себя эти ценности. И также мы можем внедрить свое решение не за годы и не потратить на это миллионы долларов, а мы в принципе можем подключить к нашей системе любой магазин буквально за несколько недель. Давайте чуть подробнее, как это работает. У вас есть мобильное приложение, вы заходите в магазин и наводите камеру на штрих-код товара. Он добавляется автоматически к вам в корзину, и так вы продолжаете делать, пока не наберете все, что вам нужно. После чего вы можете оплатить свои покупки либо внутри мобильного телефона, либо на нашем стенде на выходе. И после этого вы просто можете уйти. У нас есть система безопасности, которая анализирует ваше поведение внутри магазина, базируясь на том, что вы делаете, что вы нажимаете и так далее, но зачастую она даже не является заметной для пользователя. Мы берем полтора процента с каждой транзакции. Например, в одном из наших последних кейсов с магазином «Республика» всего за четыре дня только в их центральных магазинах мы пропустили через себя более трех тысяч покупок, и средний чек был около двух тысяч рублей. Это все произошло всего за четыре дня. За время акселерации мы зашли в пять московских сетей. Мы нашли для себя очень интересный сегмент таких магазинов «Бизнес плюс» и не тратили время на работу с огромными корпоратами. Также мы сократили время своей сделки с нескольких месяцев до двух недель, и уже сейчас в тех магазинах, в которых мы работаем, 10% покупателей пользуются нами. Мы, как уже сказал тоже Артем, видим свой рынок глобальным, и мы оценим его в 50 миллиардов долларов на ближайшие несколько лет. Это, как мы тоже понимаем, это технология, которая больше доступна людям с клоном к инновациям, и мы берем только цифры людей, которые уже пользуются Apple Pay и Android Pay. И даже если мы возьмем всего 2% от этого рынка, это будет миллиард нашей выручки в течение какого-то времени. Наш глобальный конкурент, с которым мы сталкиваемся иногда, это компания NTR. Ей уже более 100 лет, и они за это время выпускали различные вещи, начиная от банкоматов и заканчивая кастами самообслуживания, но у нас уже есть кейсы, когда действительно на самых крупных российских сетях мы обходили их в конкурентной борьбе и делали выбор в сторону нас. У нас действительно очень сильная команда. Мы основали нашу компанию вместе с моим партнером Григорием. У нас есть опыт нескольких лет интернет-предпринимательства. Также к нам присоединился Артем Пьяных, бывший директор по аналитике и бигдате американского единорога Топтал, и Дмитрий Брюлясон, бывший директор по развитию компании «Пятерочка». Мы видим себя европейской компанией, и уже к 2023 году хотим подключить 25 тысяч магазинов, из которых большинство будет находиться в Европе. Наша ожидаемая выручка будет в районе 50 миллионов долларов. Сейчас мы уже рассматриваем и начинаем собирать портфель на раунд А. Мы оцениваем, что мы хотим поднять в районе 2 миллионов долларов, и готовы начинать общаться, и через какое-то время, я думаю, будет много сделок и всего приятного такого прощения. Большое спасибо. Давайте менять RTL вместе. Спасибо.